Всем привет! Это Таня Матания. Я сегодня хочу сделать обзор своей палатки. Я уже делала видео хранения в палатке. И какие-то отзывы уже там оставляла. Внизу ссылочка в описании. То видео будет дополнение к этому видео. Отдельный обзор. Это новая палатка. В Декатлоне мы брали. Называется Fresh Black. То есть у неё система, что она не нагревается. Это правда. В ней хорошо и уютно. Но есть свои плюсы и минусы, как всегда. И я про них расскажу. Как мы выбирали? Есть такие масс-маркеты. Это Спортмастер, Декатлон. И начинаешь всегда выбирать палатки именно в этих магазинах. Как-то ты с них начинаешь. И есть специализированные какие-то магазины на туризме. Там я тоже смотрела. И вот когда я сопоставляла, то, конечно, ценовая категория хорошей палатки намного выше, чем в этих масс-маркетах. Но, как и многие, хотим подешевле. Естественное желание любого человека. И второе. Даже хочется, чтобы её покрутить, повертеть. Я посмотрела много сайтов. Да, мне нравится. Но вот этих нюансов не пощупаешь. Спортмастер одно время на Ярославке выставлял палатки на улице. И мы в позапрошлом году в палатках ходили, там смотрели, рассматривали. А в прошлом году они почему-то не выставили. А декатлон выставил и на Ярославке, и у нас здесь в Королёве, около магазина «Глобус». Спортмастер сейчас ушёл на формат вот этих маленьких макетов, в которых ничего не поймёшь. Материал по ощущению. Вот декатлон всегда лучше. Ну, не знаю. Даже в одной категории палатки, декатлоновские палатки, всегда вот чуть-чуть что-то в них лучше. Спортмастер более какой-то материал. Он и визуально смотрится некрасиво. И вот чувствуется, что он как-то потоньше. Ну, не знаю. Вот это вот всё. Нам нужна была палатка именно семейная. Я хотела с тамбуром. Я хотела, чтобы было два вот этих разделения. Поэтому именно такую категорию палатки я искала. Нам было с чем сравнить ещё не только в магазинах, но и так, как мы каждый год выезжаем, то у нас у всех разные палатки. Кто где купил, у нас есть советские палатки. Вообще, вот, ей-богу, которым там по 30-50 лет ещё от папы там досталось, даже замки в них нормальные. Да, чуть-чуть заедают, но они функциональные, и палаточка стоит. Я смотрела все палатки и смотрела, кто как эксплуатирует. Почему я вот всё-таки остановилась именно на нашей палатке и какие плюсы-минусы? Во-первых, мы, когда заходили внутрь любой палатки, разница внутри сразу чувствовалась. То есть, заходишь даже в те же декатлоновские палатки, там, без вот этого вот защитного специального этого слова, чувствуется ветер, чувствуется солнце. Мы ходили ещё по весне и в июне, а в июне в Подмосковье это такое, ну, летом слабо это назвать. Солнце греет, а ветрище, значит, шпарит. Заходишь и чувствуется, какой материал, как ветер пропускает и как солнце. Потому что ты заходишь, вроде на улице там не больше 20 градусов, а внутри палатка уже нагрелась. И мы зашли, смотрим, а внутри вот этой мы чувствуем себя комфортно, она не нагрелась. Её не просифонивает. Мы так смотрим, начали смотреть обзоры. И единственный недостаток, который действительно реальный, это то, что у неё сделана не сплошная стенка в таборе. Сейчас объясню. Дело в том, что всё мне нравится. У неё вот этот вот действительно, вот этот блэк, он реально спасает. Вот этот вот тент сверху, он реально спасает. Мы на Волге, ну, мы отдыхаем две недели. Бывает в июле, бывает в августе, в зависимости от отпуска. С друзьями мы пересекаемся. Так вот, у нас погода бывает разная. У нас были и бури, и ураганы. И вот всё, понимаете, то есть она должна и дождь, и ветер хороший выдержать, и мы на острове там далеко удалённо относительно, и жар будет вытерпеть. Но, тем не менее, у нас не совсем прям экстремальные условия, когда там далеко в горы уходишь и так далее. Поэтому нам нужно было, ну, средние требования к палатке, но, тем не менее, достаточно крепкий. Потому что у нас есть тент у друзей. Вот он мега классный. Он стоит там в раза 3-4 дороже. Мы все в нём спасаемся. Без этого тента мы бы не смогли. То есть реально, если вы едете одни, там, да, лучше вложиться хорошо. Но вот у нас есть тент, и мы от бури в него спасались, вообще, там, гнущиеся эти дуги, там, ну, вот, просто он в любую погоду может быть. Вот. Но вот нам, как бы, такое вот не было совсем нужно. И мы проверили. Да, от жары спасает, да, от ветра, в принципе, неплохо, нормально. Вот внутри, что меня смутило, когда я покупала, то, когда открываешь там, из тамбура вход, значит, в свою палаточку, в своё отделение, то там не было москитных сеток. И для меня это было, думаю, ну, как же так, будет душно. Вот я боялась вот этого момента, что будет душно. Нет вот этой москитной сетки. И было непонятно, вот, вот это для меня при обзоре, ну, когда я вот именно щупала этой палатки, было всё, потому что всё меня устраивало. Размер тамбура, размер палатки, и в ширину, и спальных мест, всё меня устраивало. Ну, вот это вот, значит, москитка, потому что я прекрасно знала, комарья, вот. И в тамбур туда-сюда входишь, всё равно комары попадают. И я привыкла, что палаточка у меня всё время с этой москитной сеточкой. И как-то вот, но, когда вот эта москитная сетка, там 100 замков, то путаешься в замках, и то пока откроешь эту москитку, комары залетят, тоже там свои нюансы. И меня вот это смущало. И эти 100 замков, они ломаются, потому что вот предыдущая наша палатка, во-первых, мы из неё переросли, а во-вторых, у неё начали вот замки. Вообще, беда современных палаток – это замки. Хотя смена замков у нас, друзья, меняли. Правда, Саратов меняли здесь, я не знаю, расценки. 500 рублей поменять замок. То есть, в принципе, это возможность смены замка, но всё равно. То есть, вот замки – это такое слабое место всех современных палаток. И я вот крутила вертелы, думаю, ладно, попробую. Но оказалось, что на самом деле не душно. Вот этот материал, который разделяет вот эту спальную зону, он снутри вы всё видите. То есть, он так сделан, что вы, находясь в тамбуре, не видите, что находится внутри палатки. А находясь внутри палатки, вы всё видите, что находится в тамбуре. Такие тёмные стены. А эта стенка, видите, как она прозрачная. Хотя с той стороны она не прозрачная, её не видно. Она просвечивает. Вот с односторонней просветкой. И она очень дышащая. И даже в закрытом варианте вообще никаких проблем ни в жару, никогда не было. Потому что я и спала там, и всё, не было. Сбивает она градусов 10 реально от улицы. То есть, в самую жару самое пекло, конечно, всё равно там было, там не самые комфортные условия. Ну и не стоит находиться, извините, в палатку в это время. Вот. А в остальное время, послеобеденное, там, утреннее время, прекрасно. В этой палатке нам не нужно было ловить рассвет. Это очень классная штука. Что такое ловить рассвет, если кто-то путешествует, прекрасно знает. Что если ты неправильно станешь по отношению к восходу солнца, то там вместе с восходом солнца будет ставить, потому что, а, нагреется палатка, б, солнце будет прям светить тебе, если тень ты не поймал. То есть, надо ставить палатку так, чтобы какая-то тень рассвет загораживала. Если вы найдёте, поставите палатку там, и дерево будет, тень падать на вашу палатку, то это прям самое клёвое. Но найти такое место, особенно у нас в большой компании, очень сложно, чтобы вот спрятаться за эти деревья. И мы не ловили рассвет, несмотря на то, что у нас так вот спорно стояла палатка, потому что вот эта вот темнота, она действительно защищает. То есть, вот эта вот чернота, она защищает. Поэтому москитная сетка, если вы вот напрягаетесь, что нету на входе в эти отделения, то вообще это не вопрос, это не проблема. На вход есть вот эта, значит, москитная сетка, её достаточно. Но недостаток, это больше для меня был, это вот это вот не сплошное соединение с тампором. Я не знаю, почему так сделано, потому что реально, я смотрю, в конструкции палатки можно было сделать сплошную стенку, именно там, где вот окно, то есть заднюю стенку. Вот сильные ветра сифонят. И вот эта вот щель, когда вы находитесь в тампоре, когда дождь, когда плохая погода, вы хотите играть, сидеть на полу, и вы только сядете на пол, и из этой щели начинает сифония. Если вы едете с этой палаткой, то имейте в виду, что вам нужно чем-то вот эту щель будет загораживать. Чем я загораживала? В хранении палатки я показывала вот этот вот кофр, который у меня был, он у меня стоял вот и закрывал щель. Если у вас нету такой вот, значит, системы хранения, да, то есть вы, ну, не так, как я будете делать, или места у вас нет, когда вы загружаетесь, потому что он, в принципе, не маленький, любое дополнительное место иногда имеет значение. Так вот, имейте в виду, что вам нужна будет дополнительная хотя бы пенка, чтобы вот так ставить и эту щель закрывать. Пенка тоже занимает, кстати, место. Но это будет хоть какой-то выход, потому что, ну, реально невозможно вот это вот сифоник. Потом там есть, значит, такое окно сплошное. Я не всегда понимала, почему его нельзя открыть, и вот, ну, оно прозрачное окно, и чтобы там была москитная сетка. Вот это бы мне хотелось. И второе, это когда прошёл дождь, ты закрываешь палатку, начинаешь открывать, с неё стекает вода. А у меня там хранение. То есть вот тоже нужно как-то продумывать, что-то иметь, вот просто нужно знать, что нужно там это отодвинуть, чтобы это пока стекает, оно, значит, туда тоже, то есть какой-то вот переход вот этот вот нет. Но это я уж, наверное, придираюсь, да. Тем не менее, значит, матрасы надувные входят отлично в спальную зону. Кармашков вот сколько угодно. Очень много кармашков, потому что вот в спортмастеровских палатках нет. И самое главное отличие, почему мы всё-таки не взяли спортмастер, это наличие дна. Что такое дно в палатке? И как раз я пост посмотрела, девочки, которые вот прям купили их в поход, и она, ну чё ж дна-то не, чё ж мы так мучаемся, значит. Наличие дна, это значит, у вас не будет муравьёв, это значит, у вас пошёл дождь, и весь поток идёт под дном, а внутри сухо. То есть идёт дождь, если у вас сверху навес, вам не поможет, у вас вода будет литься. У вас же нет отвода воды, то есть она внизу. И, соответственно, вы тамбур использовать не сможете, от него толку нету, если нету дна. А в спортмастерской, в аналогичной палатке, я сейчас там найду в каталоге, как она называется, не было дна. И у них на обзорах, не поймёшь, есть ли дно или нет, вот хорошо, что я пост посмотрела. Без дна тамбур очень плохо. Это все муравьи, это вот эта вот грязь, это вот когда дождь, вы в своей палатке находиться не сможете нормально. Дальше, если не дна, вам придётся брать какие-то коврики дополнительно, там застелать. Дальше, уборка. Вот всё вот это вот, у меня, как, заходишь в тамбур, я в тамбуре подметала, убиралась, всё это делала, у меня всегда было чисто, и песочка не было. То есть, в тамбур заносится, в тамбур убирается, и в спальные места уже по минимуму попадает песок. Это очень важно, потому что я стелила, ставила специально мыть ноги перед этим, коврик стелила перед входом, то есть, у меня было несколько зон, потому что, ну, когда две недели живёшь, и везде вот этот песок, ну, заснуть невозможно в песке, то есть, в спальное место максимально, нужно стараться, чтобы песок не попадал. Есть ещё один момент, накрытие тентом, то есть, мы ходили, когда, вот, предварительно ещё тоже выбирали палатки, у нас друзья, говорят, а, мы тент купим, сверху натянем, и они купили такую, защитную такую, и как бы наша палатка натянется. Ничего подобного. Заходила я внутрь палатки, вот у них, значит, вот этот вот москитный такой тент, он действительно, внешне посмотришь, он даёт такую тень, но на всю палатку он не, его не развесишь, во-первых, нужно же крепление, соответственно, да, и получается, когда солнце поворачивается, часть палатки всё равно не прикрыта тентом, это однозначно, и когда я внутрь заходила, даже в самый, такой вот теневой момент, в моей палатке было холоднее, прохладнее, чем в этой палатке, ну, просто душегубка, я пока сказала в той палатке, ну, душегубка, понимаете, а у нас, я днём, я читала днём, вполне нормально себе, я находилась в достаточно жаркие дни, поэтому мне палатка очень нравится. Дальше, ценовая категория, она, когда мы пришли их покупать, у нас в магазине, вот здесь, в Королёве, их, они закончились, потому что она была выставлена, и люди заходили, и как-то вот это срабатывало, что ты действительно зайдёшь, потому что это вот нужно ощутить, и она у нас, по-моему, сейчас её в этом году опять поставили, и в неё можно зайти в эту палатку, а мы приехали на Ярославское шоссе, там она не выставлена, и все палатки дешёвые, разобраны, а эта палатка дороже, вот за счёт своего этого покрытия, и вот в таких, не больших магазинах, типа вот такого формата, да, большого, крупного, всегда сложно найти продавца, который тебе объяснит разницу, почему это дороже, это дешевле, что такое, то есть ты пришёл, ты не понимаешь, да, ну, зачем, я же возьму вот, и всё, и мне этого будет достаточно, вот, то есть человек всегда пытается экономить, а в этот мы пришли, и там их прям много было наложено, значит, этих палаток, и вот эта вот ценовая категория, она отпугивала, но когда вы берёте на несколько лет, вы потом забудете, что там были, и вот когда ты попробуешь, когда ты в сезон, там, уже несколько палаток попробовал, то ты потом скажешь, всё, как хорошо, что я вот, действительно, это вот та вещь, в которую стоит вложиться, прямо вот, чуть переплатить, при этом более профессиональные палатки, вот такой же, такой же категории, они будут стоить ещё дороже, понимаете, то есть она в своей ценовой категории, ей нету, в принципе, конкурентов, потому что вот я анализировала, я и там, и там, и там смотрела, когда выбирали, дальше, в Декатлоне, вот следующее видео, я сниму про самые надувающиеся спальники, мы их ещё там попробовали, то есть всё-таки хорошо, когда можно именно на себе попробовать, это прямо мега классно, и это срабатывает, когда ты вот действительно это всё на себе ощутишь, всем пока, это аниматание, постараюсь следующее видео сделать про спальники, потому что у нас были разные и надувные, и в глобусе, и специальные, и туристические, вот чем они отличаются, и какой надувной матрас нужно брать, или вот эту вот надувную пенку, стоит ли она своих денег, какую надувную пенку, какая лучше, всё буду про это рассказывать, пишите свои вопросы, собираетесь ли вы на природу, и что вам нужно, и по природе у меня несколько видео, есть видео с лайк-хаками, все они вот мне пригождаются, вот постараюсь сделать про аптечку, потому что про аптечку я делала видео, но на влоговом канале, и я думаю, что для путешествий тоже, наверное, стоит сделать тему, пишите в комментариях, что бы вы хотели от меня услышать, всем пока!